Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешну. Аминь. Попросили озвучить наши беседы, которые в потеряльке были. Я вел занятия. Давай. Волхвы и звезда. Евангелие от Матфея. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары с золота, ладан и смирно. Ну вот понимаете, люди, которые учатся, как правильно проповедь говорить, у них так, введение, основная часть, там, окончание, эпилог. Я не учился. И поэтому, вот заметьте, какая разница у меня. То есть, вот у человека, если он приезжает, как Дворкин, у него такое образование, профессор, то все американизмы в нем сидят. Он под четырьмя, минимум четыре могильных плиты на нем лежит. У него своей мысли никакой нет. И он эти шпарки, стандарты вставляет, тоталитарно, тоталитарно, это он ввел. Это никто не знал. И вот только это, вот как это, стандартно, это зомбирование, это управление сознанием, вот это вот. И он этими штампами кроет налево-направо. Почему? Он не знает ничего. Это глупее глупого человека. У меня нет никакого образования. Я молюсь, и вот посмотрите, три подряд, я сказал, занятия про Рождество. Три. А их было 33 примерно. Повторяю, у меня нет образования, не было. Но пришлось молитву объяснять Царю Небесной. Царю Небесной. Ну это по 25 минут примерно. В университете 60 проповедей я сказал только на одну молитву. 60. А он даже половина этого не скажет. Он тоталитарный, он сразу определяет, что зазомбировали. Это управление сознанием. Все, он в это упирается и упирается. За что грамот? Он человек системы. Он ничего не может. Тем более, самая негодная структура, это миссионерский отдел. Где нужно быть духовным. Жить для Бога. Жить по-божески. А он не может этого. Он не системы. Вот это можно, нельзя встретил. Бить можно, окна бить. Запретить в отдел юстиции подать. Снять с регистрации. Какое отношение это имеет к вере в Бойло? Какое? А речь-то о чем идет? И этого не видят. Совершенная слепота. Как будто бы ни сенот, ни патриархия. Никто этого не видит. И он по стране разъезжает. Разъезжает и ссорит всех людей. У него ни один человек не может прийти, чтобы он стал хорошим. А как он придет-то, когда он его из могильной плиты долбит-то? Не сходится, что это еретик. Ему только идти к старобрядцам. Больше никуда. Ты еретик, переходи к нам. Его этому научили. И дальше. Песнопение говорится, что волхвы учились от звезды. И что дева сегодня присущественно рождает младенца. Волхвы со звездой путешествуют. Великое лень дело этим поступком своих сделали. И в этих песнопениях сконцентрировано все о Рождестве Христовом. Что можно сказать об этих иностранцах? Польза от их поклонения никакой, как будто. А на великий грех навели людей. Войны обогрели свои руки не в день брани кровью врагов, а кровью стольких младенцев невинных. И это военным было нужно? Церковь исповедует, что было избито тогда 14 тысяч маманчиков. Если бы волхвы не видели, не пришли, то где-то через 15 лет 14 тысяч свадеб было бы сыграно. Видите, как я говорю-то о чем? Они никогда об этом не говорят. У меня такой мысли даже нет. И это все относи насчет волхвов. Эти девушки уже никогда не найдут себе мужей, потому что их возраста парней не было, ибо они окончили жизнь в доме хлеба. Так переводится с еврейского вифлеем. И какие после этого еще были последствия? Но церковь усмотрела в этом посещении волхвов-звездочетов очень важный момент. Язычники и чужестранцы открыли доступ ко Христу всем язычникам. Одно дело евреи, их даже и сегодня только чуть больше 20 миллионов. Другое дело миллиарды язычников. Через этих поклонников пришел весь языческий мир. Когда женщина пришла и возлила мира на Христа, то Господь сказал, истинно, истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Неужели это так важно, что такое обетование дается простой женщине? Эта женщина открытым оком смотрела дальше, чем апостолы, и поэтому все евангелисты говорят о ней. Некоторые притчи, события из жизни Христа, поминаются или только у Иоанна, или только у Луки. А вот это у нас незначительное событие, помазание Христа, поминается всюду. Где бы это Евангелие не возвещалось, и до края земли всегда в память этой женщины воздвигаются проповеди о ее жертвенности и любовь к Спасителю. И до края земли сегодня со звездой путешествуют эти перцы, со звездами в руках детей и взрослых. Эта звезда и есть сам Господь. Звезда пророчествовала о рождении царя царей, и этим она также указала на Слово Божие. Вторая Петра. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращайтесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Откровение. Когда я говорил о проповеди, у меня епископ в болтаре был, он потом вышел и говорит, откуда вы это взяли? Я никогда этого не слышал. Я говорю, я понятия не имею. Так у меня еще, говорю, на Рождество еще десять проповедей. Тоже о Рождестве, но я не могу. Слишком большой материал дает. Я переполнен, как говорит, сосуд с вином, как Ев говорит. Странно. Я никогда не слышал, не считал. И я не слышал, не считал. Я сейчас считаю, как первый раз. Это Бог. Бог и благодать Божия дает, открывает ради немощных. Книга Откровения. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам в сие церквах. Я есть корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. Вот она звезда какая. Он сам себя называет звездой. У меня случилось так. Я приезжал в епархию. Беседовали с архиепископом. Это архиепископ был Гедеон Докукин. Потом он был Ставропольский митрополит. И он говорит, он тут кардинал приезжал. Подарил книгу свою. Книга хорошая. Католик. Ну и говорил об этом, что тут у него есть так написано. И сам говорит. А он сам-то еще не читал. И говорит, откуда люди берут такое, что Христос назван звездою. Солнцем. День солнца. Зон так. Воскресенье. Такого в Библии нету. Я говорю, как, Владыка, есть? Как? Ну нету. Я говорю, есть. Есть. Один раз говорится. А где? Я говорю, Псалом 83, 12 стих. Да вы что? Он открыл. И сразу закрыл книгу. Да я и не привязан к ней. Давай мне Библию дарить сразу. Одно место. Он называется Солнце и щит. Дальше. Звездой путешествует. Со звездой путешествует. А как они нашли эту звезду? В песнопениях этого не указывается. Прочитайте числа 22 и 24 главы о происхождении звезды. Это исключительно важно знать. Когда люди ждали бы какое-то событие, то они бы туда заранее направляли приборы. Когда были взорваны небоскребы, то и первый взрыв, если бы люди ждали, сфотографировали из разных домов, направляли бы свои объективы на это место. Но снимков нет там, где никто не ждал события. Сколько самолетов сталкивается в воздухе. Но снимков таких много ли? Если есть, то случайно получился снимок. Волхвы нашли эту звезду. И как мы узнаем, это не было случайностью. Они все силы разума и приборы направляли в небо, ожидали эту звезду. Там, в Персии, были эти астрономы. А в Израиле спокойно спали и не ждали, не высчитывали, не искали эту звезду. Может быть, эти язычники боялись просмотреть время ее появления? Было пророчество. И при том, пророчество не от евреев. Это редкий случай. Пророчество от языческого пророка, который служил Богу и Егове. Пророка, пророка. Еще этого понятнее. Это пророк был, который с дою обольстился. Пророк, Божий пророк. И это странно, как этот пророк там оказался. Почему с ним Бог разговаривал, когда богоизбранность евреев уже произошла? И разговаривал с этим пророк так, как и с еврейским народом не разговаривал. Имя его Валаам. Он называет себя дважды, числа 24. «Мужем с открытым оком падает на око его открыто. Когда мы кланяемся, то мы обычно глаза закрываем, а здесь муж с открытым оком падает, а око его открыто. А кто же открыл ему его око? И он не просто падает от усталости, но в вдохновенном состоянии, как в трансе. Перед этим событием говорится, что когда Израиль входил в обетованную землю, то все народы, какие стояли на этих землях, держались за свою землю. Это их каноническая территория была. И не просто евреи сказали им, освободите нам эту землю, но умрите. Выходит, что мне надо жить, а ты умри. И это было от Бога. Поэтому тогдашние народы Палестины объединялись в союзы, чтобы устоять против неведомо откуда взявшихся интервентов. Но никакие ассамблеи не помогали, все союзы рушатся и пыль до небес. И тогда царь Валак находит этого пророка Валаама и призывает его к себе. Приходит одна делегация с обещанием награды. Он отказывается пойти, зовут его с одной целью – проклясть этот страшный народ, убийц. Вот если его проклясть, тогда они не потерпят поражения. Тогда знатные князья приходят уговаривать его пойти и помочь им. «Господь на этот раз выполняет внутреннее желание Валама пойти, и он идет. Но впереди Бог поставил преграду – ангела с мечом. И когда аслица трижды сворачивала с дороги, ногу его прижала к скале, и он стал бить ее палкой. Тут ли аслица остановила его?» Вторая Петра. «Ну, был облечен в своем беззаконии. Бессловесная слица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Он был слепой, ничего не видел. Тогда открылись глаза его. Бог открывает глаза не всем. Сколько сегодня понаделались ложных выходов архиереи и патриархи? Куда они идут? Кого не проклинают? На кого навешивают верлыки? Так и не открыто, что проклятие Сергиевской декларации лежит на них. Они все еще слепые. Нас часто Бог ставит в такое положение, когда некуда отвернуть. Ни налево, ни направо. Числа. А ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить. Ни направо, ни налево. Израиль просил право пройти территориями государств. По честь земли они шли. Сторозаконие. Позволь пройти мне землей Твоею. Я пойду дорогу, ни сойду ни направо, ни налево. И это шествование прямой дорогой переходит на духовный уровень нашей жизни. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Мы часто своими силами начинаем пробивать себе дорогу, употребляя связи, знакомства. Но когда Бог показывает, то провидишь ли, что впереди тебя ждет. А если все было так, как ты хотел, что дальше случится? Немного только просчитай вперед, годы на три хотя бы, чтобы было. Так девушка высмотрела себе парня. Вот только его и надо. Но прошло время, и она ужасается той участи, какая постигла ее знакомую с этим хорошим и кучерявым. Теперь только и говоришь, как же это меня Бог отвел от этой беды. Вспомните каждую свою жизнь, сколько раз было это и с тобой, и с ней. Здесь пал пред ангелом, этот муж с открытым оком. И с открытым оком он пойдет дальше. И это не просто один из пророков, но единственный. На весь языческий мир. Мы не знаем, какой нации. Иван Златоуст полагает, что из Персии. Может, и это не точно, но он очень близок был к мадьянскому народу. Исключительно умный и вдохновенный пророк 2 Петра. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. И Господь вторично говорит, иди, но говори то, что я тебе вложу, что ты видел открытым оком, жертвоприношение на семи жертвенниках на вершине горы, когда Израиль напочевал в шатрах. По валу и по овце возлагается на семь жертвенников. Но пророк не говорит ни одного слова в защиту этой страны, где он находится, но говорит в защиту Израиля. Всюду сокрушение, горы трупов, и снова с другой вершины проразглашает ту же самую проповедь, пророчество о непобедимости этих пришельцев. И сказал Валак-Валаму, не клясть, не кляни его, не благословляй его. Я слышал, промолчал. У людей так бывает, когда кем-то крайне недовольны. Ты про него только хороший не говори, это мой приятель. Мой неприятель. Хороший не говори, это мой неприятель. Зачем его восхвалять? Это тоже наше благословение. Если уж не можешь ругать, то как ничего за ним не нашел, ну и хорошую молву о нем не распускай. Это и есть научение Валака. Валаку нужна победа и одна на всех. И за ценой они не постоят, они смешают тебя и твои труды с грязью. Лозунг один. Израиль или мы? Но Егова уже решил эту борьбу до ее начала в пользу своих возлюбленных. Тогда начинается новое видение пророка Валаама. Говорит, слышащий слова Божие, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего. Падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля. Он возвещает, он таким голосом должен говорить. Ужаснулся тогда царь Валак и говорит Валааму. Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их. Вот уже в третий раз. Позже этот случай будет Израилю выговорен. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Наши книги так и называются «Открытым оком», это «Просветленным разумом» Лука. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Люди удивляются. Неужели и мы слепы, Евангелие Теана? Если же делаете это все умышленно, что означает, делаете в здравом уме, смотрите на вещи открытым оком, как о себе говорите, то вину свою отрицать уже не можете, Евангелие Теана. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то и не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. С вашим хорошим зрением вы просмотрели пришествие Мессии и объявили его смутьяном и распяли. Валаам смотрит с третьей вершины, где приносили жертвы их божествам числа. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Валовы, чтобы он увидел оттуда. Звезда вас востока, но еще только восходит, но так далеко до нее, 1600 лет, не близко. Он же открытым оком, прозревает ее лучи из-за горизонта, смотря наверх с вершины. Другим в долине она не видна за горизонтом. Это сторожевые башни врагов Израиля. И огласились страшным для них пророчеством о великом вожде Израиля. Израиль сокрушит всех. Пока это только образ. Но придет Мессия и рухнут идольские капища. Образ спасителя виден, был и языческому царю. Так в виде высокой горы будет показана Богоматерь. И оторвавшийся от нее камень уничтожит все политические системы мира. Даниила. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Как при крушении в горах несется лавина, так внезапно будут рушиться языческие утверждения об иных лидерах и божествах. Оторвавшийся же камень – это как раз и есть рождественская песня. Дева Денис присущественно его рождает. Хорошим гражданином считается тот, кто соблюдает законы того государства, где он живет, и принадлежит кому. Христиане хорошие – хорошие, они не воруют, хорошо работают, послушны. Но это только до тех пор, пока законы государства не претендуют на главенство над законами Божиими. Наши законы российские в Китае не исполняют, мусульманские же законы в России недействительны. Златоуст говорит, что только один закон Христов действует во всех тысячелетиях, во всех системах мира. Но имей немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенно и любодействовали. Христиане в государстве. И как бы вне его. Нам говорят, владыки мира, вы нарушаете наш закон. Да, нарушаем. Мы умышленно идем на это. Почему? Потому что впереди нас свет, звезда. И вот за этой звездой, о которой было предсказано Валаамом, и осталась в записях, и по всей вероятности и устно передавалась у них из поколения в поколение. Они следили и не просмотрели. Похоже, за два года раньше, как выведал Ирод от этих Христопоклонников. Звезда это Господь. И они шли за этой звездой, не зная еще об этом. Когда заканчивается Библия, то читаем откровение. Я есмь, звезда, светлая и утренняя. Пока так. В образах познают его имя. Эта яркость утренней звезды забивает и солнечный свет, когда она горизонтом. Она должна нам о Рождестве Иисуса напомнить. И открытым оком видит эту звезду Вифлеемскую, Иоанн Креститель, что она взошла из ясли и пастушеских, воссияв из чрева Преснодевы, Иоанн Геотеана. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И еще пока тоже в образах видит, но уже подошел вплотную, соприкасается и не опаляется от этой звезды. Иоанн Креститель жил с закрытыми глазами, но у него было много людей в подчинении, которые исполняли роль сегодняшних прокуроров, которых назвали оком государевым. Это око слепое было, как у священников. Открыто око того, кто знает закон Божий. Слово 18. «Открой, очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Их надо видеть, эти пророчества о пришествии Мессии. А они не видели, потому что глаза их были слепые. Пророк Захария провел ревизию главного окулиста страны в отношении священников и нашел, что они слепые. Пророк Захария. «Ибо вот, я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится. Потерявшихся они будут искать, и больных не будет лечить. Здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыты их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, а правый глаз его совершенно потускнет». То есть стрелять-то правый глаз, левый прижмаряется. Значит, он слепой, он не знает, кого бить. Вот это миссионерские отделы. Они слепые на глаза. «За то, что не учите народ Божий, что не понимаете ничего, апостол Павел заботится, чтобы нам жить во свете, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас коктать. Речь идет о пришествии Христовом и о преддверии этому пришествию. «Несчастный Валаам, он открытым оком увидел эту звезду, дал направление волхвам, заложил свои видения в песнопение, со звездой путепешешествовали. А сам он чем занимался? Корыстолюбие, сребролюбие погубило его, который Петра. Остали в прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил взду неправедную, Иуда. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как корей». Почему-то Валаам был среди князей Мадьянских, какая-то ассамблея, и было нападение от Израиля, и он погиб вместе со всеми, Иисус Навин. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сына Израилевым мечом, в числе убитых ими. Но перед этим он дал страшный совет, он расследовал, почему же у Израиля такой успех в военных кампаниях, потому что за них Всевышний, нужно, чтобы Бог отвратился от них. А так как Бог есть Бог чистоты и святости, то необходимо ввести в грех этот непобедимый народ, и они будут тогда слабее, как и мы ныне. «Самая сильная страсть – плотское вожделение. Молодые, им удержу нет, им нужны дискотеки, непрерывный разврат, чтобы их там спидом кормили». И Валаам наставил их так, что Иегова, еврейский Бог, более всего не любит, не терпит, когда люди кланяются к другому Богу. Иегов повелевает, что идолопоклонство необходимо истреблять в самом зародыше, поражая даже самых близких. И не нужно убеждать, переубеждать, но нужно просто уничтожать. Ни о каком уважении веры другого человека Библия не говорит. Ни о какой веротерпимости нет и намека второзакония. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадить его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом в руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышится и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла». Это он взял Мухаммад, переменил теперь на мусульманство, и кто мусульманство оставляет ее, это христианство, у них убить, по закону убить. То есть сатана все извратил. Божий закон направил против Бога. «Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, отлежащий на лоне твоем стереги двери уст твоих. Молодежь походлива, как жеребцы колхозные, как кобылы необъезженные». «Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого». «Езекель пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть осливна и похоть, как у жеребцов. Валаам научил князей такое дать указания своим подданным, своим комсомолкам, чтобы, когда она, играя глазками, влечет еврея, то не сразу и поддавалась ему. Но прежде любовных утех, перед тем, как войти ему к ней в шатер, перед тем, как возлечь на ее ложе, он должен взять кусок мяса, чтобы у входа в ее шатер, и возложить настоящий тут же жертвенник Ваалу или иному демону. И тогда удовольствие можно брать свободно и неограниченно. И потянулись очереди к свободной любви. И прогневался на них Бог и Его, и на полях сражение началось поражение. Бьют их афганцы, бьют их чеченцы тогдашние. Мудрецы в штабе вооруженных сил гадают, отчего так ослабели руки прежде непобедимых вояк Израиля. Канонизируют своих Ушаковых, Суворовых, Родионовых, ставят великомученицу Варвару, попечительницей над ракетными установками Сатана. Освящает в каждой воинской части патриарх с министром вооруженных сил новые храмы и часовни, а поражение за поражением лавиной катится цинковыми тюльпанами и растекается по обширному, святому, в кавычках, Израилю. И никто не смотрит, не зрит в корень, что все это от скверны, от блуда, от измены Богу живому, о котором забыли лиходеи и прелебодеи. Свет Валаама был точен, и Валаама убили сына Израиля. Сегодня эта звезда сияет над миром. Эта звезда приближается к закату земной истории. Эту звезду люди подняли высоко на Голгофский крест. Там, высоко на Голгофе, знамя его любви, песни. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною, любовь. Это звезда любви, звезда заветная. Гори, гори, моя звезда. Что это за звезда, что она над могилой негасимо сияет? Когда писалось это песнопение, на могилах не ставили этих тумбочек с пятиконечными звездочками. Иван Глетаана. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Сегодня Церковь Христова отмечает память о рождении этой звезды. Языческий пророк приветствует полноту любви. Эта звезда восходит из чрева Девы Марии, Галатом. А как вы сыны, то Бог послал в сердца вашего духа сына своего, вопиющего Авва Отча. Это воззвание воочию означает признание существующего Отца Небесного. Востроив апреля Феодор Сикиот, мать видела, как в ночь зачатия в ее утробу сошла звезда при знаменовании величия сына. Эта звезда вошла в вечерево Девы Марии. Пророчество непременно должно было быть исполнено. Это случилось 7 апреля, день благовещения Девы из Назарета. Ровно через 9 месяцев звезда поднимается над горизонтом мировой истории. Этой звездой, Вадимой Волхвы, и учились от нее эти первоязыческие проповедники, свидетели рождения звезды. Благовещение это зачатие, зачатие. Звезда сошла в вечерево. Рассказывают, что тела этих путешественников покоятся в Германии. Мы не знаем, святые ли они, но сделали они святое дело, выполнили пророчество. В стране была диктатура власти, и едва родившись, он превращается в беглеца, бежит за границу, скрываясь от палачей. Великий зарубежник, бросивший свою паству, а фарисеи, лиходеи и первосвященники страдают на родине за свои «богоспасаемые» и «боголюбивые паства». Но будет другое время, когда побегут палачи от вида этого богомладенца, откровение, и увидел, где великий был белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Тогда восстанут низверженной землей и мавзолеями все тираны и злодеи-правители перед ликом рожденного ныне судьи. Вот какой звезде мы ныне поклоняемся, и от которой учимся, уча хусти, вместе с волхвами-зарубежниками. Когда ныне услышите это церковное песнопение, то знайте ее происхождение, это яркая звезды Сиона, звезды Давида, семилучевой. Когда человек плохо видит, тогда бог хорошо его ослепляет, говорит Иоанн Златоуст. Знания мешали видеть Саулу, спасителя мира. Тогда тоже была своя прокуратура. Тогдашняя государева Ока, которая помутнилась, и они устраивали. И тогдашние расстрельные тройки Ейзавели Пронырливой ставили к стенке истинных служителей Саваофа. Чего не хватало этому молодому раввину, ученику Гамалиила? Этому не хватало открытого Ока. Наша община называется крестовоздвиженская. Честь поднятия креста, на вершине которого звезда Марии. Высок тот крест, но его поднимает еще выше руки патриарха Макария. Наша община как бы с самим названием поднимает эту звезду над миром, окружающим нас. Книга Откровения. Я Иисус послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень, потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Это накладывает на нас обязанность нанести людям это слово звезде от Давида. Эту радость, которую мы испытали. Радость познания спасения во Христе Иисусе. Радость искупления. Рождение Христа. Это должно стать и рождением нового человека в нас. Этой жизни во Христе. Апостол Петр напоминает нам, Второй Петра. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день. И не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Эту звезду Иеговы мы можем видеть только, держа окон свое открытым и держа Библию в руках. Только читая ее и исследуя ее, идя по мраке мира с этим светильником. Люди мира всего находятся во тьме. Христос посылает нас с апостолами возвестить миру. И плачущим Петрам радость о спасении в нем. Евангелие от Варков. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. Скажите, братьям Христа, плачущим и рыдающим, что он воскрес, что он ждет. Он уже в Галилее языческой, он уже ожидает на святой России. Этот мир задыхается в угустелом мраке египетском, безбожном, смертоносной коммунистической ночи. И это возвестить миру можем только мы. Бог открыл нам истину. Бог дал нам познать истину, а не сектантское суемудрие. Нечеловекоугодничество патриархии. Мы даже не понимаем, что наша община, как звезда, возошла в этом окружающем нас лжеверии. И во мраке суеверии порочной юродивой России. Бродящей по лжи чудесам, мироточения и лжеканонизации. Остальные спят. В ком есть ревность. В ком есть ревность, кто желает прославить Господа, чьи глаза открыты для лучей звезды Божией. Лучей звезды Божией. Лучей, да. Те вперед на битву за души людей, чтобы исторгнуть их из плена греха. Но, как написано в истории нашей общины, не более 15-20% членов ее показывают активность. Остальные спят. Проснитесь. И не нужно... Не нужно, и не. Опять. Какой грех интересный. И нужно не просто прийти сюда, постоять и разойтись. И нужно не просто прийти сюда, постоять и разойтись. Мы должны все слышанное применить в жизни. Принять крещение немедленно. Только разговерить. И сейчас же иду благовестить ближним. Может быть, к соседям. Кому-то написать. Кому-то позвонить. Облежу ложку и пойду в эту пустыню мира возвестить радость в рождении звезды Давида. По-другому начну завтрашний день. Идите по квартирам. От двери к двери. Перехватите инициативу сектантов. Расскажите людям о величии истинного православия, которое, как звезда, взошло над миром и погашено со времени, когда стало официальной религией. Не оставлены ли мы Духом Святым, если уста наши замкнуты для проповеди? И око наше не открыто, чтобы видеть всю беду, какую принесло на Русь лжеправославие. И тогда Дух Святой войдет в нас. Тот Дух, которым взываем Авва Отче, Евангелетана. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет же с вами вовек. Сегодня, как звезда, нисходит Дух Святой в наши сердца. Знания наши, это очень наши, да будут просвещены Духом Святым. Евангелет Луки. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. 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 Если у вас не будет этого утешителя, то наше стояние в храме ничего не даст. Просто стоят мертвые столбушки на стакатомогильнике. Просто пришли отметиться, повидаться. Когда бы мы не слышали об открытом оке, всегда и помнить будем, что это о любви Христа, отдавшего за нас кровь свою. Кровь его, как рубины, как звезды сияют над миром. Каждая капля крови его призывает последовать ему и положить жизнь за него. Аминь. Слава Иисусу Христу.